взаимоотношений Турции и России. Они стратегически были противники исторически всю жизнь. Всю жизнь, всю историю. И по сегодняшний день это так. Между ними 12-13 войн было. 12-13 войн. И сегодня у них они заклятые друзья, так скажем. Заклятые друзья. И если у них сегодня что-то получается, каждый держит за пазухой кинжал, в Турции я таган, в России там кинжал. Может пора Эрдогану этот кинжал вытащить? Нет. Эрдоган президент Турции. Шольц канцлер Германии. Макрон президент Франции. Они защищают интересы своей страны. И если интересы своей страны два года назад для Шольца были такие, сегодня, видите, они другие. Он изменился как будто на 180 градусов. А что ты не делал этого два года назад? И когда ты начинаешь... А кто подписывал Минские соглашения? Кто заставил Украину пойти на этот позорный капитулянский мир? Меркель и Оланд. Они представители Турции или это Германия и Франция? А Турция в это время первая страна, которую вам поставила из всех членов НАТО и раньше США, поставила вам военное оборудование. Я уже про Байрахтара не говорю. И по сегодняшний день она это продолжает делать. Другое дело, Турция независимое государство. В регионе находится. Региональная держава. У нее куча проблем между Европой и Азией. Черное море, Средиземное море. Есть страны, с которыми она прекрасных отношений. Мусульманский мир, посмотрите, как тоже разношерстный. И это все находится там, где находится Турция. Я уже не говорю про Южный Кавказ. Это все кто будет решать? Я уже не говорю какие-то сложности, которые до этого не существовали, а тут возникли. То у Турции с Израилем, то у Турции с Соединенными Штатами Америки. Опять же, когда мы начинаем ковыряться, мы начинаем понимать, что это у администрации демократов больше проблем с турками, чем у администрации республиканцев. Хотя у них тоже были проблемы. И когда мы... Система со Швецией. И когда начинают вот диванные эксперты и даже в вашей студии они приходили, говорили, рассказывали о том, что Турцию выгонят из НАТО. Я всегда смеялся, думаю, как могут Турцию выгонят из НАТО. Одна из лучших армий. Значит, НАТО перестанет существовать. Турцию не выгонят из НАТО и США не уйдет из НАТО. Потому что если США уйдет, то тоже НАТО перестанет существовать. Потому что все знают, есть первая армия НАТО, есть вторая армия НАТО. Про третью армию что-то я не слышал. И про четвертую не слышал. Поэтому мы должны понимать, просто здесь прагматизм, спекулятивность этой темы. Вот как спекулятивность темы украинской, израильской, тайваньской для внутриполитических расприи здесь в США. Как видите, как республиканцы использовали, как они наезжают по полной программе. Они хотят по максимуму получить. Демократы по максимуму проиграть. В этой ситуации. Да вот идет, поэтому торф пока. Еще это не завершилось. На красной линии они еще не дошли. Турция точно так же. С-400, напоминаю историю, когда началась. Турция попросила патриоты. Курды были врагами и США, и турков, и потому что курдов, курдскую рабочую партию основали на Лубянке. И Кремль их поддерживал. В 1991 году Советский Союз рухнул. Курды остались бесхозными. Их прибрали на Западе. Так, это же сразу же пику той же Турции. И это создало им проблему. А это общенациональная проблема той же Турции. И, естественно, а это граничит Ирак, Сирия. Вы же понимаете, где это находится? Естественно, они попросили патриоты для того, чтобы вообще вся граница должна быть закрыта. Все-таки это член НАТО, базовый инжелик, ядерное оружие там находится. И что? Уже это курды там. Пошли, спекуляции не дали. Ардоган человек, конечно, с характером. Он, естественно, пошел в пикунс. Он не дает, я пошел, русских купил. Он их купил, опять же, они лежат на складе. Используют, потому что там система другая. Более того, это, в принципе, хорошо для разведки, которые могут по частям ее разобрать и посмотреть, из чего состоит. Но факт остается, что это испортило отношения. Турция была в программе F-35. Ее выгнали оттуда. Два миллиарда потеряли там. Даже два с половиной. И теперь, естественно, когда вот эта тема возникла, конфронтационная, и тут Швеция решила пойти... А у Швеции с Турцией тоже проблема касательно этих курсов и рабочей партии. Многие представители, они там окопались. Не в Финляндии. Поэтому Финляндию она пропускает и говорит, Швеция, вы меняете законодательство. То-то, то-то. Вот по этим вопросам условия какие поставили. Они долго ерепенились. Но они сделали это. Американцы увидели, что это сделали. Естественно, турки говорят, не хотите нам F-35 давать? Давайте нам F-16. Значит, у нас 79 есть. Модернизировать их надо. И еще 40 новеньких F-16 на 23 миллиарда. И тема закрыта. И как вы видите, и я пропускаю Горь-Швейцию. Пропустили? Америку. Позавчера Энтони Баленкина официально обратился. Теперь я вам простой вопрос задаю. Это успех турецкой дипломатии? Успех турецкой дипломатии? Конечно. Если Турция это делает, значит, Турция защищает свои интересы. Если она защищает эти интересы, здесь где-нибудь присутствует Украина-российская война? Никак. Это интересы той же Турции, которая не имеет к этому никакого отношения. Вот точно так же и во взаимоотношениях с той же Россией. С той же Россией. Выгодно вспомнить, я вам напоминаю, приезд президента Турции к вам в Украину. Президент ваш, визит вашего президента в Турцию и на глазах у всего мира пощечина России освобождения героев Азова. Договоренности такой не было с Москвой. Сделал это, что он согласовал это с Москвой. У него интересы его страны требуют именно этого. Я уже не говорю крымской платформы, я уже не говорю много чего-то. Недавно вы слышали вашего президента, что он говорил на тему его отношения с Эрдоганом и его отношения с той же Турцией. В отношениях той же Турции я в первую очередь слушаю вашего президента, ваших официальных лиц. Ваш президент это не тот человек, который промолчит. Если что-то ему не нравится, он открыто это скажет. Поэтому я когда это вижу, я спокоен за взаимоотношения Турции и Украины, за взаимоотношения Азербайджана и Украины, взаимоотношения США и Украины в том числе. Ну просто я недоволен уровнем отношений, потому что у Азербайджана этих возможностей нет. У Турции этих возможностей тоже нет. У Европы не у всех в Европе это есть. Поэтому Европа пришла тихо-тихо движение, но в большой части эти возможности в первую очередь и лидерство принадлежит Соединённым Штатам Америки. Поэтому, при всем при том, что я говорю, что да, Америка не сдаст Украину, до конца идёт и до конца пойдёт, но другое дело, было бы лучше, если Байден был бы порешительнее. Но, к сожалению, это так. Поэтому то, что касается приезда президента России туда, это процентов 80, процентов 80, это взаимоотношения России и Турции. Да, конечно, они будут затрагивать в той или иной мере тему Украины, но я не думаю, что дальше гуманитарной тематики Турция может здесь что-то ещё сделать. Турция в этой тематике присутствует только гуманитарно, между ними. Только гуманитарно, это вопрос пленных, зерновой контракт, если он снова возник, или ещё какая-то другая тема. В военно-техническом плане Турция этого делать не будет, потому что она хочет быть третейским судьёй для этих двух стран. Они её сами выбрали. Но другое дело, Россия терпит то, что она с первого дня Турция поставляет военно-техническое оборудование Украине. И она по сегодняшнему это делает. Пускай кто-нибудь скажет, что что-то такое Турция поставила той же России. Нет, потому что за этим все внимательно следят. Плюс даже если бы не следили бы, у Турции нет этого интереса. Потому что, а зачем она должна это делать? Тогда логики нету. Тогда крымской платформы нету. В Крыму кто живёт? Крымские татары, да? Отправлять оружие туда, чтобы это оружие падало на крымских татар, а 5 миллионов – это по минимуму, а по другим данным около 10 миллионов крымских татар живёт сегодня в Турции. Им понравится? А не электорат того же Эрдогана. Поэтому прежде чем что-то вот так вбрасывать, я имею в виду не вас лично, я имею в виду, когда нарратив кто-то вбрасывает такой, да, антитурецкий там или антикакой-то американский, или антиазербайджанский, или антикакой-то, это, знаете, сразу брать, и вот мне не нравится, и так захватил взять. Мне вот, например, Франция не нравится. Мне не нравится Макрон, потому что во всех бедах не только он виноват, до него и Саркази, и Алланд, они все виноваты. Я вижу их политику, да, я вижу их политику в отношении Азербайджана. Но опять же, если я что-то должен буду критическое говорить в отношении той же Франции, я должен это аргументировать. Это аргументировать. Вот в отношении Франции и Ирана я это могу спокойно аргументировать. Разве секрет, что в 79-м году на самолете Air France в сопровождении работников французской... Из Парижа прилили... Из Парижа в Тегеран. И по сегодняшний день французский бизнес там командует парадом. Что и как это стыкуется с тем, что Франция сегодня находится в Рамштайне, и эти шахиды вместе с другими ракетами поставляются в Россию, а это падает к вам на голову. И поэтому Франция... Большие деньги. Потом Франция приходит и говорит... Кто-то в Украине, например, говорит... Меня спрашивают, а гарантия безопасности от какой страны вы взяли бы? Я Францию никогда не назовывал. Я и Германию не назовывал никогда. Никогда. Всех тех, кто имели отношение к Крыму и к Минским соглашениям, категорически близко пускать нельзя. Великобритания имела к этому отношение? Нет. Польша имела к этому отношение? Страны Балтии имели? Румыния имела? Болгария имела? Турцию имела? Нет. Вот поэтому Джонсон и предложил в самом начале, два года назад, вот это, так сказать, один из вариантов. Франция и Германия там не были. И поэтому Франция и Германия, они, если сегодня им выгодно, а два года назад им не было выгодно, а в 2014 году им вообще были другие моменты. Ангел Меркель выходит и говорит, мне ни за что не стыдно. Поэтому это, знаете, пропаганду от экспертизы. Что произошло у Азербайджана с Европой? Почему не сложились отношения? Там же сейчас конфликт между президентом Алиевым, по сути, да, и европарламентом. Значит, вот мы сказали, что произошло у Алиева с Европой? У Азербайджана с Европой. У Азербайджана с Европой всё нормально? Это у Европы с Азербайджаном. И опять же, у Европы с Азербайджаном всё-равно? У определенных стран проблемы. Я теперь постараюсь это вам расшифровать, коль вы сами задали мне этот вопрос. Вот смотрите, парламентская ассамблея Совета Европы на днях принимает решение, но Азербайджан, зная о том, что это ожидается, превентивно сделал свой шаг на опережение, азербайджанская делегация покинула это заседание. А что они предприняли? Они решили, Франция, инициатор всего этого, Франция и Германия, но локомотивом была, конечно, Франция. Напоминаю, Азербайджан в этой организации уже более 20 лет. Более 20 лет, 23 года, кажется. И теперь за все эти годы существования этой организации и азербайджанского присутствия в этой организации, напоминаю, что после Первой Карабахской войны, когда Азербайджан оказался проигравшей стороной, и Россия, именно Россия, подчеркиваю, нас наказала. Я тогда работал в правительстве Азербайджана в 92-м году. Тогда было правительство Эль-Чебяя. То есть тогда не было нынешнего руководства, и нельзя было называть азербайджанское правительство авторитарным. То есть мы были демократическим правительством. Абульфас Эль-Чебей. Так же, как в Армении был Левонтер Петросян, так же, как был Звиад Гамсахурзи в Грузии. Весь мир говорил, что это демократические правительства. И вот демократическое правительство Азербайджана занималось освобождением. Вот тем, чем занимается Украина с 2014 года. С 2014 года. Крым – это ваш Карабах, Донбасс – это семь оккупированных районов оккупированных. Вот просто, чтобы украинским зрителям было понятно. Вы это делали с 2014 года, и мы это делали почти 30 лет. Что произошло на Западе. Во-первых, в Конгрессе США в 92-м году против Азербайджана принимают 907-ю поправку. В Конституции США. Конгресс США принимают. Где указано, что Азербайджан – агрессор по отношению к народу Карабаха. Представляете, да? Эта территория будет. А до этого в Совете Безопасности. Те же США проголосовали за четыре резолюции, где черным по белым написано, что вооруженные формирования, армянские вооруженные формирования должны покинуть суверенную территорию Азербайджана. И за это проголосовали все, и Франция в том числе. С одной стороны, вы голосуете, где на бумаге вроде бы, нарочно, да, прописываете, что суверенитет территориальной целости. А с другой стороны, на эту бумажку вы наплевали. 30 лет назад. И когда ты начинаешь разбираться, ну хорошо, я 30 лет назад хорошо так не разбирался в американской политике. Сегодня я уже более 20 лет здесь живу. И когда я начинаю понимать, кто входил в армянский кокус, лидера армянского кокуса. На первом месте Джо Байден, он работал там, да, в сенат. Нэнси Пелоси, Роберт Менендес, Адам Шиев и все ключевые председатели комитетов по вооружению, по разведке, по иностранным делам, нижней палаты, верхней палаты. Они все входили в армянский кокус тогда. Азербайджану там ловить было нечего. Хочешь там, что хочешь делать. Какие-то резолюции предварительно, нам ловить там было нечего. Поэтому против нас, против демократического правительства, нечего было сказать, что это авторитарное правительство, там полиция ключевая, там то-то, то-то. Ничего такого тогда не было. Шла война, просто нас наказали за то, что мы защищали свою территорию. Но здесь же тот же демократ Ельцин нас наказал за то, что мы в течение двух недель, единственная страна из бывших советских республик, никто этого не делал, и в Украине в том числе. Мы выгнали российские войска. Павел Грачев, Пашка Мерседес, тогда и заявил, вот президенту Азербайджана, кровью будете харкать в Карабахе. Так и произошло. И он же как раз в мае 1994 года в Бишкеке сидел вот так, как царь, Ельцин сам не приехал туда, и заставил азербайджанскую делегацию подписать вот эти наши позорные минские соглашения. Тогда называлось Бишкекский протокол. Вот тогда это произошло. Простой вопрос. Теперь вот я вам, Дмитрий Ильич, задаю. Парламентская ассамблея Совета Европы что-нибудь предпринимала на эту тему? Что-нибудь она вменила Армении? Армения оккупировала Карабах. Руками России не играет никакой роли. Оккупирован Карабах. Оккупированы семь районов. И из территории, вот из этих семи районов Карабаха. И еще добавим 300 тысяч из самой Армении. Вот это Зангизурский территорий есть, который называется Сюник. Это Сюник сегодня называется. До этого называлось сто лет назад Зангизур. Это между Нахичеванью и Азербайджаном. И вот там около 300 тысяч азербайджанцев жилут. Там сейчас сотни деревень пустые стоят. Это на территории Армении. В одночасье они все были с актами вангализма, геноцида. Вот так они были выгнаны. Ни одной резолюции, ни организации объединенных наций, ни парламентской ассамблеи Совета Европы, ни Евросоюза, ни тогда Евросоюз только-только начинал формироваться. Но опять же никаких заявлений с той стороны не было. Я простой вопрос задаю. Я не понял. Это что? Права человека, свободу слова, средства массовой информации или суверенитет, территориальная целостность. Это распространяется на христиан, а на мусульман не распространяется? На белых распространяется, на челых не распространяется? По какому принципу вы руководствуете? Если вы сами же говорите, что это суверенитет, территориальная целостность Азербайджана. Вы нас наказали. И теперь, когда мы уже пришли в этот Совет Европы, а почему мы пришли туда? Потому что это трибуна. Трибуна мы должны где-то использовать. Эта структура, она ничего не решает. Вот как, например, Организация Объединенных Наций резолюцию принимают, Совет Безопасности должен пройти. Совет Безопасности, там право вето. Если там пять стран кто-то выступит против, это обычная бумага. Вот три раз вас поддержали, 140 стран проголосовало, но предметная плоскость ее не реализовываешь. Так же и здесь это происходит. Поэтому здесь, помимо Парламентской Ассамблеи Совета Европы, здесь же есть еще Евросоюз, исполнительная структура. И вот теперь, вы представьте себе, на протяжении 20 лет нахождение Азербайджана в этой организации, они ни разу, ни разу на Азербайджан не наезжали. По причине того, что Азербайджан не пригласил на выборы кого-то. В Азербайджане были выборы. Они то и приезжали, то и не приезжали. Но никогда градус противостояния не был поднят для того, чтобы Азербайджан исключить, приостановить. Понимаете, почему? Да по той и простой причине. США, Франция и Россия делали деньги. Прекрасные деньги делали. И после Приднестровья, после Абхазии, после Чехомвальского региона, после 2008 года августа против Грузии, после 2014 года против вас, после Бишкека. Все это загнали проблему вовнутрь. И делали прекрасные деньги. Сегодня вы видите, Дмитрий Ильич, на какую сумму, какие там суммы крутые. То есть еще 13 пакет санкций, а еще эти деньги вращаются. И, естественно, они хорошо работали. Зачем им заниматься этой трепетением? Но ситуация стала меняться. И когда ситуация стала меняться, когда они поссорились, тихо-тихо стали ссориться, а это все накаливалось после 2007 года знаменитой речи Путина в Мюнхене, после того, как агрессия против Грузии, в 2014 году. А тут, и в 2020 году, а Азербайджан, зная о том, что ему ничего не светит, готовился. И если до этого была дорогая Турция и другое руководство, которое по стойке смирно вот так стояло перед тем же Западом, но опять же этот Запад не принял эту Турцию в Евросоюз в 2007-2008 году, Турция уже готова была к Евросоюзу. Не пустили ни немцы, ни французы. В НАТО можете? Воевать вам надо, погибать можно. А здесь деньги надо делать. Здесь не подходит. Здесь деньги. Это христианский клуб. Естественно, но тут уже Эрдоган. Он уже показал зубы, он показал характер. Он пошел совершенно другим путем. И в результате этого, что произошло, Азербайджан за 10-15 лет прошел Генштаб Турции, высший офицерский состав, среднеофицерский состав. Армия модернизирована. Через год, вот после Шевчинской декларации в прошлом году, через год уже, в 2025 году, это будет единая армия. Турецкая и азербайджанская армия, она будет единая армия. Вы можете себе представить? И вот они пошли этим путем. А в 2020 году политическая конъюнктура уже созрела такая, что время пришло, можно идти вперед. И в результате, каким образом Россия уже не стала вклиниваться? Потому что Россия уже поссорилась с ними. Она стала ссориться после 2008 года, после 2014 года. Она стала с ними ссориться. И в этой ситуации она сидит, думает, из двух зол надо выбирать меньшее. Там Китай, тут Турция, через Южный Кавказ. Эти хотя бы меня свергать не хотят идеологически. А Европа меня собирается свергать. Поэтому зачем я буду дразнить Гузей? Ни Китай дразнить не буду, ни Азербайджан, ни Турцию дразнить не буду. А ему говорят, дорогой мой, у нас тут проблема. Эту проблему ты нам... Ну не ты, до тебя. До тебя Ельцин так создал, да? Карабах. Это наша территория. А что я могу делать? Ты не вмешивайся. И я не буду вмешиваться. Но на всякий случай я отправлю туда F-16. И Эрдоган отправил туда F-16. Они стояли на территории Азербайджана. И Москва видела, и Вашингтон видел, и Франция видела. Все видели. Через спутники они там стоят. Они не поднимались. Но все видели, что 44 дня этой войны они там на земле стояли. Потому что только Россия, ты вмешаешься. Иран, ты вмешаешься. Кто-то вмешается. Моментально турецкая армада, как с воздуха, как с земли, она вмешается. Много чего говорили там на стороне Азербайджана. Те воевали, а где они сейчас? Почему сегодня все вы говорите Армения слабая? Потому что сегодня уже можно говорить. А тогда вы 44 дня лапшу вешали. Вот как вокруг Украины сегодня говорят. На стороне Украины там наемники, там те, 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 те. Но все понимают, что украинский народ сегодня просто уперся рогом. Без оружия. В самом начале был, и сегодня он с оружием в руках. Все понимают, потому что у украинского народа мотивация. И у нас мотивация. А в Армении премьер-министр Армении и его жена, она сказала, 12 тысяч дезертиров было за эти 44 дня войны. А у Азербайджана военкоматы вот так были, ломились от количества желающих пойти туда. И даже такие вот, как я, живущие за границей, получившие политическое убежище. Я был в контакте с этой властью. Вы же знаете прекрасно. Получилось. Ну, что жена? За свое инакомыслие. Только за это. И что? 27 сентября 2020 года я так же, как все 10 миллионов, в одном окопе. И по сегодняшний день. И живя здесь в США, я уже снял эти розовые очки. Я вижу это лицемерие. Потому что с 27 сентября, вот я сейчас завершаю ответ на этот вопрос. Почему вот все происходит? Если до 27 сентября 2020 года они красивые слова говорили, freedom is not free, свободу слова, то да сё, и пользовались такими, как мы, потому что мы были в контрах с этой властью, и вот, видите, он же представитель оппозиции, он же вот то же самое, он говорит ему, значит, мы правду говорим. А когда произошла война, я к ним прихожу и говорю, а это послы, послы в Азербайджане, послы из Европы в Азербайджане, это корреспонденты BBC, Washington Post, Голос Америки. Я им прихожу, говорю, а защищайте Азербайджан, да, сегодня? Мы же восстанавливаем суверитет. Нет, ну что вы говорите? И тут, ты видишь, как Конгресс наезжает снова на Азербайджан, нижняя палата, верхняя, вот эти все, прости господи. Голос Америки начинают. Я и на Голос Америки наехал по полной программе. Открытым текстом сказал, что вы проплаченные, вы на наши деньги бюджетные живете, и вы сегодня защищаете Армению. На каком основании вы защищаете Армению? А где же свобода слова? Где свобода слова? А где демократия? Получается, это так вот, и когда я это увидел, поэтому я вот так сильно, знаете, наезжаю на это слово демократия с автократиями. Я это уже, не говорю о том, что я это видел в 2008 году касательно Саакашвили, который сегодня сидит в тюрьме, и о его судьбе никто не парится. Я это видел в отношении вас в 2014 году. Слава богу, у вас у многих тоже розовые очки снились. Вы увидели, как они вели, как они сегодня продолжают многие вести, да? Они не от любви к вам этого так зашевелились, и в Европу в том числе. Они хотят все сделать вашими руками, на вашей территории и так далее, и тому подобное. Просто они не ожидали, что вы так упретесь. Родину так будете защищать. Мне здесь говорят, представьте себе, в Госдепе приходят, и мне говорят, а что ты сегодня защищаешь правительство Азербайджана? Они же тебя выгнали из страны. Как мне этим идиотам объяснить, что это Родина, это родители, это мама и папа, вот их портрет у меня над головой стоит, понимаете? Это значит, я должен их продать, да? Вот, я их, естественно, постылаю стрелять за русским кораблем. До них это не доходит. Они думают, что Родина только эта. Вот раз, я живу здесь с вами. Я вот, когда принимал гражданство США, я на Конституции тоже говорил, клятву там даешь, да? Ну, если на Америку нападут, я точно так же должен защищать. Она не моя Родина, но я гражданин этой страны. Если я говорю об этом, или вы что считаете, суверенитет территориальной ценности только распространяется на вас или на тех, которых вы поощряете, типа сукин сын, но это наш сукин сын. Ответьте мне, пожалуйста, чем отличается суверенитет территориальной ценности с Украины сегодня от территориальной ценности суверенитета Азербайджана? Вы сегодня Азербайджан сделал, мы сделали, слава Аллаху, то, что сегодня Зеленский хочет сделать, весь украинский народ хочет сделать. Вы их защищаете, а нас наказываете. Нас на парламентской ассамблее. И вот сегодня эта тематика почему поднялась? Потому что ее подняла Франция. В конце прошлого года, вы помните, были две попытки в Совете Безопасности ООН. Они не прошли. Америка не вмешалась. Нейтралитет. Она председательства. Нейтралитет. Инициативу взялась Франция. Не проходит, потому что там еще сидят Великобритания, она это не пропустит. Никогда. Бритиш Петроулин. Маргарет Тэтчер, одна из первых, приехала в Азербайджан. Я тогда работал в правительстве Азербайджана. Я счастливый человек. 86-й год, по-моему, или 7-й. Не-не-не-не. Она приехала в Баку в 92-м году. В 92-м году она приехала в Баку. И я счастливый человек. Мне посчастливилось с ней лично беседовать, встретиться. То есть я видел это железное лето. Я ребенком смотрел ее по телевизору. Понимаете? И она приехала с чеком на 40 миллионов фунтов стерлингов вместе с президентом БП. Они исторически были заинтересованы в этой территории. И они исторически будут защищаться. Кстати, вот на этом голосовании Парламентской Ассамблеи Совета Европы из 18 депутатов Великобритании 17 вообще не присутствовали. 17. А теперь я веду дальше. 20 стран Евросоюза вообще не присутствовали на этом голосовании. А если вы поинтересуете, сколько там депутатов, порядка 635, кажется, если память мне не изменяет. Или 630, или 6... Но больше 600. В зале присутствовало около 100. Можете себе представить? Около 20 отказались вообще туда идти. Это представители, во-первых, высших советских республик, Украина в том числе. Пользуясь моментом, я второй раз хочу поблагодарить украинскую делегацию и лично Алексея Гончаренко. Он лично выступил и в конце даже сказал «Я шахстан Азербайджан». На азербайджанском языке. В Азербайджане достойно это оценили. То есть, естественно, вы должны понимать, что если Азербайджан вас защищает, я вправе ждать от вас именно этого? Конечно. Я даже на ваш канал не хотел выходить, пока я не услышал, как вы, Дмитрий Ильич, выступили и открытым текстом проявили свою позицию по поводу территориальной целостности, суверенитета Азербайджана в вопросе Карабаха. Это так и должно быть. Если я вас защищаю, я имею право надеяться на то, что и украинский народ, и украинский журналист, и украинский политик... Вы защищаете справедливость, и мы отвечаем тем же. Так в том-то и дело, если сегодня на Западе, когда мы говорим, вы что защищаете? Принципы? Так давайте защищать принципы. Не может же так быть, что принцип распространяется на одних, а не распространяется на других. Они Армению не наказали за все это время. И вот теперь парламентское ассамбление, они проголосовали. И что дальше? Это обычная бумага. Еще есть совет министров, Совета Европы. Я не думаю, что они пойдут на какой-то Димаш в отношении Азербайджана, потому что 20 стран почти, что Советы Евросоюза, они отказались вообще принимать участие в этом позоре, а у них у каждой из этой страны с Азербайджаном очень такие стратегические отношения. Я напоминаю, Усула фон дер Лен в прошлом году приезжала в Баку и подписала меморандум о стратегическом партнерстве в облах всей энергобезопасности. И что они сегодня... Посмотрите, одна Венгрия, как крутит-вертит, нонсенсуса нету, да? А тут 20 стран, и что-то примут против Азербайджана. Просто это холостой выстрел, который Франция, которые завязаны на армянском лобби. Здесь в Америке те, которые выборы идут, здесь нужно сделать так, чтобы... Опять же, один из тех, кто здесь в Америке это сделал, Роберт Менендес, против него два уголовных дела. Дома у него нашли полмиллиона наличных, слитки золота. Молодец. И вот этот человек, этот человек учит меня и таких, как я, как надо Родину любить, говорит о демократии, о правах человека. Поэтому я снял эти розовые очки, и я не верю в то, что они иногда говорят... На деле темные. Если вы защищаете принципы, если вы защищаете принципы, так будьте любезны, идите защищайте на самом деле сегодня Украину. Потому что Украина сегодня на передовой стоит. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.